открыла окно и аж испугалась жалюзи вот эти крупные птицы стервятники которые падали падали питаются и открываю их там вон стоя практически они крупные большие чистильщики природы друзья всем огромнейший привет у нас снова солнечно и поэтому у меня тоже солнечно на душе вообще настроение прекрасное когда солнечно тогда все хорошо я так одета по тепленькому не потому что у нас дома холодно дома ни разу не холодно это я фоткалась сейчас с пробиотиком за 5 долларов фоткалась вчера прислали деньги за другую мою работу фотосессию типа фотосессию платформа забирает с 15 долларов 3 доллара себе получается я заработала 12 долларов но продукт на амазоне приобрела дешевле чем было указано там была какая-то скидка то есть я чуть больше заработала они мне чуть чуть больше получается перевели так что примерно 15 долларов я и заработала вчера а сегодня вот сейчас буду фотографии отбирать и я делаю целую гору фотографий фотографий 100 наверное и подумают это копаясь придираюсь к ним самое идеальное это фоткаться на улице конечно тогда равномерное освещение все замечательно видно дома вот у нас солнце мигрирует нас и главая квартиры на она переходит то туда то сюда в одну комнату в другую комнату приходится перебегать что еще вам рассказать сегодня валя шопится вчера но я вчера принципе рассказывала далее доллары не знаю она научилась делать у нас мостик вот так вот падая ну как падая вот так опускаюсь из положения стоя и вчера она репетировала 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 и сегодня встала у нее руки болят мышцы перетренировала я ей конечно не разрешаю я и говорю что нужно ну естественно быть аккуратной она вроде колесо не выполняет вот любит что-нибудь такое либо на шпагат либо на шпагат она еще не садится но практически либо вот такой мостик потому что подруги все это делает она повторяет приходя домой хочет то же самое делать какая не буду эту баночку от фоткала от фоткалась вместе с ней пробиотики показывала 30 капсул написано то вчера искала сколько же там капсул 30 капсул до сих пор у меня сомнения пить или не пить их вот в чем вопрос мне еще прислали нам еще прислали каталог такой красивый из куска холидайс холидайс это что у них что это написано таким почерком сейвинг с наверно до холидайс сейвинг скидки можно посмотреть я еще не смотрела бриллианты красивые еще не смотрела посмотрю может что-то зачем-то надо срочно нам ехать замечательная предновогодняя предрождественское время самая-самая при самое лучшее вчера еще вот такая реклама пришла хотя написано октябрь одиннадцатого сейчас в 20 числа но с опозданием она дошла ну напечатано было это дир артем артем как вот он называет в общем это про university of north carolina charlotte здесь расписано расписано всякие вещи какой-то виртуальный тур приглашают посмотреть рассылку всем выпускникам будущем делает ну как будущем узкой ником артем еще в одиннадцатом классе чтобы подготовили чтобы знали директор присылал еще письмо на днях сказал что собрали более по моему более пяти тысяч долларов на помощь пострадавшим от урагана вот этого хелен который здесь у нас прокатился они тогда собирали мелочь по классам вален класс не победил то есть они это организовывают виде соревнования чтобы детям было в том числе интересно они и детям рассказывает и я естественно валя рассказала зачем эти деньги но у детей вот такой еще спортивный интерес возникает побольше мелочи на собирать но там сначала мелочи вроде как я поняла принималась потом они уже и бумажки но что-то наш класс да не особо постарался какая разница более 5000 собрана и тоже какие-то какие деньги пойдут на благое дело валя говорит вроде как у нас тут еще русскоязычные появились в автобусе новые дети пришли вот среди года что у нас тут прибавление наших на севере получается что происходит на юге я даже не знаю но сюда по идее меньше людей едет и едет я вот уже когда видео делала про северную каролину и мужем не постоянно рассказывает как в балан тайне хорошо как там более развитая инфраструктура как-то пешеходки замечательные там парки там магазины там люди ходят по пешеходкам у нас ходят но у нас вот получается до парка и принципе и там по дорожкам на другой стороне где комплексы люди чисто но побегать утром погулять собачкой так чтоб не уже рассказывала взяться за руки и там ходить гулять как у нас в россии принято было просто подышать воздухом бабушка дедушка идет гуляет нет там он говорит вот какая-то такая более наполненная жизнь и я когда делала видео про северную каролину рассказывала минусы и плюсы и вот я перечисляла что чего тут нету мне правильно заметили что на юге вот некоторые из минусов они нивелируются потому что я говорю вот курсы английского как бы есть да в шарлотте но нигде на юге шарлотта правильно ну я имею виду библиотеки по моему они там в мэтьюсе в какой-то при какой-то церкви могу ошибаться насчет библиотеки и колледж который находится в шарлотте нам от вот нашего места жительства до балан тайна ехать где-то минут 40 а то и 50 в зависимости от того что там происходит на дорогах пробки это либо там там будни какое время суток в общем не так уж и близко плюс это трасса трасса такая скоростная не просто так тут покататься прокатиться муж не рад туда ездить абсолютно если это не по работе русские магазины на юге вот казалось бы жила жила год без русских магазинов или сколько-то там теперь иногда мне хочется что-нибудь такого нашего скушать не на ежедневной основе но вот иногда хочется попаловаться но опять же ехать в русский магазин вот это дорога около часа плюс вот это не особо безопасное шоссе чтобы мотыляться туда-сюда что еще там на юге сосредоточена та же стоматология в которую я еду да она в южной каролине но с юга шарлотта из балан тайна до нее добираться соответственно меньше на 40 те же минут я еду практически два часа так бы я ехала там часть небольшим тоже плюс что еще плюс объявляется на океан ближе получается тоже из балан тайна вот такие вот фишечки здесь более спокойная жизнь у нас вот кому нужно поменьше как раз вот этого всего людей и может быть подальше от русскоязычных да такое тоже случается хочется иногда но некоторыми имеют людям тогда да сюда но опять же здесь тоже много уже становится русскоязычных вот приезжают приезжают кому нужны футбанки то есть кто приезжает вот в самом начале хотя в самом начале я сюда опять же не ехала но это уже не моё дело как говорится они тоже эти футбанки там сосредоточены я вот здесь даже не знаю может они есть но основная масса в шарлотте и под шарлоттом вот это югу то есть это южная каролина начало южной каролины вот там они вот так я короче не зазываю конечно же на южного то никого люди которые там живут уже начинают злиться когда кто-то рекламирует балан тайм и вот это вот все что окружает его я просто подытоживаю что там в принципе комфортнее было бы наверное жить но когда мы только-только сюда приехали мне хотелось если честно я не знаю я то ли было все на стрессе естественно на стрессе те кто переходит через мексику все на стрессе наверное поэтому мне вот в то время полтора года назад блин пришел этот выдувальщик хотелось именно куда-то подальше забуриться мне вот хотелось ты уже рассказывала опять опять одно тоже говорю хотелось поближе к аутентичной среде к американцам мне не хотелось жить среди русскоязычных я же говорю я в каких-то таки и в каком-то таком стрессе и уезжала и поэтому а сейчас я уже так переосмыслила полтора года прошло я успокоилась и все нормально и подумала что там было бы гораздо проще наверное находиться зато у нас тут на севере замечательная природа озеро вот это лейк норман хотя мы на нем особо не гуляем ну вот какой-то затишье опять же везде свои вот плюсы и минусы затишье здесь а вот то что нужно для жизни человека курсы какие-то вот магазины работа пешком наверное тоже побольше опять же вот этих магазинов до которых можно дойти ножками они там у меня тут быстро при быстро гренки были два батона ой женщины из костка вот такие узенькие и один мы съели даже полтора смели половинка зачерствела вообще конкретно прям дуб дубом я вот попытаюсь их сейчас отмочить в яйца и сделать быстрые гренки добавлю еще с молокой обычно делаю с молоком немного молока а хлеб я испекла и вот жалко батон я слышала кто-то печет шарлотку вот такую из хлеба не знаю как это шарлотка из хлеба слышала но не пробовала столько времени потратила на фотографии я фотографировалась очень долго долго перебрасывала долго смотрела отбирала мне все не нравится как я сегодня выгляжу в общем я вообще куча времени про это вала масло авокадо мне давно рекомендовали я купила только что вот попробую на нем обжарить гренки так себе по красоте потому что у меня осталось яйцо слишком много я это разбила и яиц и поэтому я чуть-чуть сверху полила в результате получился хлеб с яичкой до сих пор вот это печенье так и не попробовала сейчас буду пробовать из костка коробка попозже покажу коробку но она так и выглядит мне кажется 11 копейками долларов стоило два печенька в такой пачке печенюшки небольшие пахнут шоколадом внутри вон шоколад очень рассыпчатая вкусная шоколад внутри вкусные печеньки хорошие в общем советую очень вкусно вот мне написали что я не пожалею вот я не пожалела реально хорошие как шоколад прям вот плиточный я имею ввиду бывает иногда в печеньках так себе шоколад это вкусно тут написано шедорок темный шоколад я валю встретила что-то купила что-то тут лежит доллар двенадцать такса ну давай давай книга фан книга подожди подожди причем отламывать а это блестки или это новый кулончик фараева фэрис скуласть черно-бел это что такое а зачем с этой стороны красивая с этой стороны мы это будем читать по-моему мы будем с тобой читать о так это крылышко видишь это вот крылышко и и о прикольно в общем увале сокровища валя покупает книги только исключительно с сокровищами а где тот браслет терка гламурная это у нас сквиш 4 доллара это покупки настоящей девочки да все такое блестящее пришла на кухню буду готовить нашла рецепт бисквит на горячем молоке ни разу вообще не готова готовила разные бисквиты но чтобы на горячем молоке вообще никогда почему выбрала именно бисквит вот такой я хочу сделать мини тортик он очень быстро печется если нормально вот все взобьется есть подойдет хорошо этот бисквит то можно его быстренько обмазать любит любым кремом у меня есть сгущенка хочу смешать сгущенку может со сметаной мне нравится вот сгущенка плюс сметана плюс шоколад или просто можно просто сгущенкой ну в общем смысл в том что нужно подогреть молоко вместе с маслом потом все ингредиенты смешал там муку яйца взбить потом туда муку а потом еще раз прогреть молоко чтобы она прямо такое было поля чем-то и влить в это тесто бисквитное а пока готовится мой коржик для тортика я вот достала вот эти что это тортелли не хочу соус что хорошо подавать с маринара соусом хочу приготовить их на ужин пахнут не поняла чем то ли сыром то ли еще чем-то предлагается подавать их с маринара соусом то еще так чтобы они две минуты провалились на наш после закипания по идее и потом в маринара соус что ли добавить но у меня дети не все любят маринара поэтому даже не знаю поэтому наверно сделаю отдельно этот соус маринара имеется сомнения меня берут пельмешки с сыром маринара для итальянцев наверняка вкусно для нас вот вот даже не знаю я прогрела маринару она была такая тепленькая даже гореть и выловила себе назовем его попросту пельмешек итальянский пельмешек варился дольше двух минут я забыла про него попробуем пока что тесто по вкусу сыра не чувствую тесто нежное да в конце сыр как пельмешки сыром без каких-то там супер добавок там без специй это я говорю с приставкой плюс то есть это плюс тут нет какие-то лишних специй потому что мы их не любим в общем такие нежные ничего там сыра не так много больше тесто нормально вкусненько ну вот маринара соус наверное как раз разнообразить немного мы хотели сможем купить еще с курицей в курице на смутил розмарин потому что вот я делала как-то котлеты купила фарш из индейки и не углядела что там был розмарин и нам очень не понравился я добавлю туда кусочек масла по-нашему не знаю как итальянцы к этому отнесутся в общем не на ум я попробовала этот пельмешек и на ум сразу вот это итальянский их мелодия такая коржа готов получилось его конечно мало я делала пробную версию на три яйца его мало получается и что-то у меня пошло не так половина была нормальная а с этого с этой половины вот такой вот горб сейчас он чуть опустился даже не знаю что нарушила какую технологию я тут еще кулинар любитель скорее у меня явно ошибка в чем-то что-то пошло не так это я перевернула корж это спина коржа и здесь мы видим испуганное лицо что это вообще наверное надо было тесто вылить и как-то потрусить ну так утрясти немножечко ну что-то не то этот корж кричит я все-таки хочу его перепилить вдоль чтобы он пропитался и не знаю хочу ли я видеть там шоколад или не хочу сначала думала такие банки огромные вообще неудобно оказалось очень даже удобно хватает ее намного теперь маленькую баночку купишь она очень быстро заканчивается в общем привыкаешь ко всему такому крупному в америке мой домашний торт он прям совсем уж домашний придомашний в тортик нежданно не гадать нам попросился банан пришлось по нам порезать крем конечно жидкий но сам бисквит по моему вот достаточно мягкий и по отзывам он вообще может даже и не нуждаться в пропитке в креме то есть он самодостаточен валя принесла вечером нарисовала вместе со 4 там какая-то серия а4 они там значит рисует соника какой-то очередной челлендж 20 минут рисовать час рисовать она вместе с ними рисовалась соника